вот идешь идешь давай давай неудобно неудобно и роскошный ход ну так как у нас голова с тобой не помещается то все равно придется сейчас менять место да давай подожди меня сейчас кофе себе принесу подожди меня пока будем перезаписывать всем привет меня зовут надежда это мой канал воли на декор элемент который посвящен вязанию творчеству поиску вдохновения в этом мире всяким видом рукоделия хобби путешествиям когда они случаются в моей жизни но в основном конечно же это канал о вязании и добро пожаловать на мой канал если вы в первый раз если вы мои постоянные подписчики я рада вас видеть вновь и хочу предложить вам посмотреть мой стандартно нестандартный вязальный влог стандартный так как я обычно выпускаю недельные влоги нестандартный так как я их обычно выпускаю в воскресенье а сегодня уже понедельник 27 декабря я на один день задержала свой выпуск в связи с тем что вчера здесь живу и великобритании активно праздновалось рождество кто празднует рождество также с 24 на 25 декабря я вас поздравляю моя семья празднует так рождество уже очень очень давно и для меня рождество это очень светлый добрый по-настоящему домашний праздник в этом году к сожалению я рождество встречаю не дома не со своей семьей как и многие украинцы как и многие люди которые вынуждены выехали но благодаря моей британской семье я смогла насладиться тем как празднует рождество здесь великобритании мы вчера сходили в церковь на рождественскую утреннюю службу мы вчера прекрасно подарили все обменялись подарками мы у нас был рождественский обед и немножко мне получилось посмотреть на то как по-другому празднуют рождество потому что у нас немножко по-другому семья празднует но это было интересно это было приятно и это было знаете душевно потому что очень не хотелось на рождество быть одной вот поэтому я сегодня к вам подключаюсь своего кошачьего царства здесь вот ждет мой друг на моем месте где обычно вижу еще ждет две подружки передо мной дэнди блондин кто на меня давно подписан тот знает что здесь есть еще белоснежный код также вижу вот стар и вижу физу то есть сейчас со мной здесь комнате раз два три 4 5 6 кошек такой вот кошачий кошачий парадайз кошачий рай ну что ж это был это была моя неделя вы сейчас сможете посмотреть чем я занималась на ней в течение этой недели что я вязала запекая на вперед скажу что он на этой неделе я наконец-таки ну вернее на этой она прошла наконец-таки я так смотрю что у меня голова не помещается что я без своего штатива я надеюсь вы не будете против если я сяду на пол чтобы вы меня видели целиком а по-моему так немножко лучше на в течение вот этого вот влога который вы сейчас посмотрите я занималась двумя основными процессами которыми были на спицах забегая наперед скажу я их закончила да вы сможете посмотреть на готовые работы уже в конце я их тут приготовила я вам ой ну я конечно же не умею держать интригу в общем ладно сделайте вид что эта часть меня тем более цвет очень сильно попадает моя неделя была покупка к сожалению потому что мне не хватало пряжи и в прошлом влоге я показывал этот сайт где покупала пряжу в этот раз и была покупка по походам я даже не помню что у меня там в нарезке честно говоря потому что я обычно знаете вот эту вступительную часть и заключительную снимаю а потом монтирую влог и вижу что я о чем-то не сказала ни во вступление не в завершении но тем не менее мой влог недели приятного просмотра берите спицы в руки я надеюсь вы со мной повяжите я надеюсь вы немножко отдохнете очень многие из вас пишут что во время моих влогов отдыхают душой я очень рада когда-то я хотела быть врачом и видимо это желание помогать она как-то не уходит меня немножко прохладно поэтому хлебнула кофе из такой вот рождественской чаши ну что ж приятного просмотра до встречи в конце еще с вами обязательно поболтаю и озвучу некоторые анонсы не переключайтесь и до встречи уже через там сколько-то минут доброе утро вторник 20 декабря у меня вчера была бессонная ночь сейчас немножко отдалю и покажу что связала решила я вязать не митинге а все-таки варежки еще без этого так выглядит варежка сделала специально длинная запястье длины манжет пальчик еще не сделан почему потому что начала вторую и готов полностью снуд так выглядит место стыка вот так выглядит тут не постирана поэтому немножко так коряво так выглядит закрытие закрывала по открытым петлям и вот так выглядит закрытие здесь такое сейчас ставлю фотографию фотографии пока еще не на улице такие без мейкапа без ничего но мне нравится как выглядит он очень теплый и такое знаете мне нравится что я могу его крутить как угодно такие продвижения по снуду и по варежкам и сейчас еще минутку кое-что покажу ну что в кадре моя следующая парочка полосатиков здесь helix здесь остаточки вот этого мериноса начала же вторую резиночку веселые такие нежные полосатики получаются здесь остановилась до довязала до сорок седьмого ряда хочу провязать вторую парочку чтобы понять насколько здесь пряжи хватит потому что не уверена что я одинаково смотала и пяточки будут либо из вот этой пряжи это у меня шахенмайер 25 или 20 граммовые моточки моя первая реги называются они полетки пушистая и для пятки она будет очень хороша либо возьму что-то из вот этого потому что хорошо попадает и тогда пятка будет контрастная чем еще не решила такие вот продвижения резинка в цвет тут лежит такие продвижения на вторник на 20 число но сейчас это все отложу сейчас утро кстати обратите внимание какая пряжа меланжевая видите она неоднородная вот я эту показывала в прошлом блоге свет конечно у меня ужасно здесь здесь вот присутствуют такие небольшие крепления абрикосового такие полосатики растут по моему очень симпатичные получаются вот и может быть к концу этой неделе будет еще одна парочка такие продвижения на вторник всем прекрасной недели а то я вчера не подключалась и вчера доделывала там кое-что по работе сейчас тоже сяду доводить до ума всем пока пока обнимашки и хорошего настроения всем привет одна из небольших споруд лондона это собор святого павла и он величезный третий кремезный он мне напоминает знаете он мне напоминает в санкт-петербурге и казаньский но нет это и аркады и он мне немного и сакхиевский напоминает вы знаете помпезный и величный то есть он такой statement в лондоне мы находимся на площади патерностер square интересно ли это имеет отношения к латини а если так то это нашего батька площадка вот такая колона сучасная забудовая как вы видите такие аркады и натик на Италию и я пришла сюда и знаете почему потому что когда я бежала на концерт святого павла ввечері было все закрыто эти дом дома будиночки бачите киоски я думала что в них будет крафт а тут взагал то окрім от с перу бачите продается такая ручной работы и одях и аксессуары и если кто-то любит пончо я таки не ношу вот эти штучки очень интересные видится киптер а все еще тут ежа я трешечки с привода этого вы знаете не задоволенна потому что шла я сюда 45 минут но тем не менее мы с вами зупинились когда я снимала святого павла трешечки нас перерывали у мамы появился связок и естественно я с ней поспілкувалася и ось пока мы с ней говорим я пошла до уже иншу сторону темпли мы находимся биле лондон твич тут я я так разумею найбільший віздвяный рынок бачите живет такие будиночки и снова ежа дивиться как красиво сучасная архитектура когда в середине здания есть полноценное озеленение для кисня смотрите классно у вас есть своя приватная зелена зона на той стороне сетей там видно вот здесь мы трешечки павла демитрищенко мы будем тут можно сказать что я швидко ходу да очень люблю ходить много людей так когда знаете не гуляешь по вечерах то есть ощущение что все сидят дома только выходишь на улицу сразу ощущение что все на улице ну и плюс на Рездвого очень часто в Лондон приезжают туристы это туристический сезон сейчас мы увидим субмарину за ней будет видно тавер видите четыре башки и там уже видно Тавер Бридж еще ближе до него тоже не могу ну наконец-то все есть такое что я чекала я вспомнила что это очень популярно чурос это самая испанская и основная тема всех христианных майданчиков это, естественно, гижа шоколадка, риска, ежа но мы с вами тут не для того а для того что мы смотрели на очень красивый город мы смотрели на очень красивый город символ Лондона там видно там видно там видно я понимаю что погано видно потому что вечер и такая величезная субмарина как вы видите как вы видите среда можно пидиты сетэ ну и вот это все здесь дианы променад всем привет среда получила я посылочку от волуэр хаус для вот этого моего джемпера и будем сейчас распаковать мы смотрели надежное отверстие ну что немножко цвет отличается я думаю вы это видите более теплый этот более холодный но уже ничем ничем я не помогу себе видно в принципе разница идите да этот более теплый но очень хорошо что приехал сейчас днем и да конечно есть отличие по цвету очень хорошая сегодня цветопередача даже вот так если сделать но уже есть как есть по крайней мере я могу закончить этот джемпер и вовремя сдать работу в тесте всем хорошего хорошего дня пока доброе утро пятница поют птицы кто он на меня подписан давно наверное узнал этот вид у нас идет сумасшедший дождь всю ночь все утро сад такой знаете птицы поют здорово так мы вернемся как поняли я приехала на рождество сегодня у нас 23 уже число хочу вам показать свои продвижения готов рукав вот так он выглядит и я начала второй рукав свитер будет для мамы поэтому я видите как отличаются но уж как есть свитер для мамы поэтому я под ее пропорции вижу и поле и и замеры поэтому на фотографиях на мне возможно она будет сидеть не так как должно что на маме будет сеть лучше немножко разные по фигуре вот таким не продвижение еще с собой сюда взяла доделать митинги и пару носочков вот такие дела всем прекрасного дня еще раз птички вот такое вот 23 декабря эти вода стоит прямо на газоне смотрите стоит вода так и я думаю что разговор был а вот этом поправьте меня если это не так на самом деле они для свечек то есть они тут открываются туда можно поставить вот таблеточки видите внутри свечки наверно вы говорили о них наши гуси и везде стоит вода газон просто утопает в воде вот такой вот сад весь весь даже бамбук видите не выдерживает попадал от избытка влаги ну что я поплыла сторону дома что для меня прошла секунда для вас прошло несколько минут моего улога такая была моя неделя на этой неделе я активно продвигала снуд он завершён я вставила наверное уже пару фотографий вот это место стыка которая закрывала по открытым петлям трикотажным швом вернее немножко такое активно видно и потому что это место не постирана но мне нравится что он получился такой двухцветный его можно накидывать как-то на плечи даже подходит под этот мой домашний костюм его можно заматывать вот так я даже знаете примеряла его как такой полукапюшон потому что если вы заметили я не связала пока за почти свои два года вязание ни одного капора потому что для меня капор это 90 и когда ничего есть и нечего носить и вот эти вот огромные китайские рынки поэтому капор я категорически не воспринимаю они мне где-то на подсознательном уровне блокируется моим сознанием вот а снуд мне нравится и также мне еще нравится знаете такая идея носить его ой идет ко мне еще одна красотка носить его вот как-то вот так так как я не довязала митинги то я пока не делаю фотосессию и фотографии пока не видите вот какая-то такая вот у меня мультифункциональная штука получилась и мне мне нравятся такие вещи которые какие-то такие знаете много многоплановые вот это по снуду я его на этой неделе закончила постирала заблокировала сшила закрыла первый раз наконец-таки я научилась закрывать трикотажным швом и шапочку вы помните сейчас вам примере вместе с шапкой ну вот как то так что значит человек позанимался сегодня активно спортом после вчерашнего застолья сразу чувствуется что у меня много энергии и я к сожалению возможно для многих сегодня не говорю медленно и спокойно говорю как-то слишком активно может это потому что я выпила сегодня наконец-таки два кофе с кофеином вот такой вот комплект и сейчас на экран вставлю фотографию своего эскиза этого комплекта который я отправляла тогда британской компании волкот ярм с тем чтобы они оценили мой дизайн с этим сейчас еще покажу пока он все так она также митинга варежка также без одного пальца но выглядит это сейчас вот так с удлиненной такой манжетой сделала здесь не только клин вниз а клин вверх наверняка вы замечали что когда вяжешь пальчик обычно там петля растягивается я решила в этот раз поэкспериментировать и сделала вот такой вот клин когда закончу пальчик посмотрим как это будет выглядеть закрывала здесь тоже иглой так как я на снуде научилась как закрывать иглой у меня теперь тут отличное закрытие я теперь смогу носки так закрывать знаете люблю когда от изделия к изделию можно чему-то научиться и и конечно же кто подписан у меня в инстаграме на меня сейчас чтоб я в кофе сегодня попала или джемпером джемпером кто на меня подписан в инстаграм сейчас на экране появится мой инстаграм подписывайтесь у меня там безумно малое количество подписчиков и очень жаль потому что я стараюсь делаю какие-то рилсы еще что так мой джемпер Роксолана по описанию Натальи Аксеновой ближайшие несколько дней у Натальи скидка на описание джемпер Роксолана переходите по хэштегу посмотрите какие свитер какие джемпераны навязали девчонки у каждой какое-то произведение искусства и это благодаря тому что у Натальи Аксеновой это сейчас на правах рекламы или не рекламы как хотите у Натальи Аксеновой это идеальные всегда посадки то есть у нее вот я уже вижу второе изделие второе изделие садится идеально при том что я вязала размер L потому что этот свитерок поедет домой в Киев радовать мою маму на ее день рождения вот такой вот свитерок сейчас ставлю маленький фрагмент где я позирую в видео для инстаграм в кухне Продолжение следует... Продолжение следует... Цвет называется Аква. Также у меня ушло 78 грамм лейса. Это Virgin Wool и шелк. Смесовка 70 Virgin Wool и 30 шелк. Очень приятная тоненькая ниточка, которую я использовала для подмода. Она очень красиво оттеняет... Даже не оттеняет, а высветляет мохер. Тут вот видно. И я добавляла итальянскую пайетку бобинную. В прошлом влоге я писала ее характеристики. И оставляла вам... Вставляла фотографию с этой бобинкой. Бобинка у меня осталась там в комнате. Еще пайетки с фитров на 10. Или на джемперов на 10. Вот. Что хотела проанонсировать. На следующей неделе, я думаю, я выпущу... Я вернусь домой. И до Нового года я успею выпустить отдельный эпизод старта декабря. Потому что есть продвижение по многим из процессов, которые я именно начинала. Как минимум у меня готов джемпер. Это был мой первый старт декабря. У меня... Я надеюсь, к этому времени я закончу митинги. Это будет как бы второй выполненный. И даже надеюсь, что я начну все остальные свои старты. И как-то их продвину. Также будет последний недельный влог. Я думаю, я его выпущу в пятницу. 31 декабря, чтобы уже не захватывать январь. Такая моя неделя. Рождественская. Подарочная. Праздничная. Немножко грустная. Но... Если... Если мы не можем изменить обстоятельства, мы должны... Нам следует... Не люблю слово должен. Нам следует принять эти обстоятельства и постараться... Постараться найти удовольствие в том, что нас окружает. Я сегодня, например, прошла почти 16 километров. Так, знаете, бодрым таким спортивным шагом. Птицы поют. Все зеленое. Ну, почти. Но все равно. Прекрасно сегодня светило солнце. Отличная погода была. И я попыталась вот в этом найти какой-то дзен. Поговорила с мамой, поговорила с мужем по телефону. Увидела любимую кошку. И это меня тоже очень сильно поддерживает. Также меня поддерживают ваши комментарии. Спасибо вам за ваш позитив, за вашу... Громкое слово, но любовь. Спасибо вам за любовь и за вашу такую, знаете, дружественную поддержку. Я очень рада. Очень многие из вас пишут, что я вас поддерживаю. Это взаимно. И я считаю, что в мире слишком много негатива, чтобы его транслировать и каким-то образом перекладывать на кого-то другого. Поэтому я желаю вам, если вы праздновали уже веселого Рождества, Merry Christmas to you. Я хочу пожелать вам безопасности. Я хочу вам пожелать получать удовольствие от жизни. Я хочу, чтобы все ваши близкие были возле вас, живы, здоровы, радовали вас своей любовью, которую вы будете им дарить в ответ. И я хочу пожелать нам, конечно же, скорейшей победы и воссоединения многих украинских семей, которые из-за этой войны не могут быть вместе. Всем любви, всем добра. До встречи на этой неделе. Пока-пока-пока. Вдохновение. И если оно в вязании, то ровных петелек. Пока, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok